магнит на улице сверла 8 корпус 1 в ленинском районе посмотреть как у них дела стоят с просроком не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии пойдем а мы сиди раньше вас 31 5 еще не на 16 на сутки просрочно готовым 26 числа срок годности 20 суток красиво там зам директора или директора магазин а вот зам директора может быть администратор что вы как главный товароведа хорошо подойдите к нам пожалуйста а вот он покупателю представьте еще обязанности представляться ты кто такой есть а как с тобой разговаривать чудо претензий представьте те чем уж паспорт показать или чё но чуть и как тебе представить попросил любого человека пусть и представиться я покупатель с какого я тебе перепугу должен тебе представляться до чего-то решился не покупать только что купил у тебя просрочку просроченные шампиньоны на двое суток чек есть и грибы покажем вот пожалуйста прибыль изготовлены на 20 что 08 срок годности 20 суток 14 числа был последний день почему вас просрочек на реализацию думал сказали тонну покупателю чую неадекватно или что как мы не поняли покупать тебе с камерой и что вы с камерой стоите потому что что вы вызовете вон только что вы ехали давайте вызывайте каждый второй ты прошел кому торгуете чу каждый второй да что ты говоришь у меня руках простройки да что ты не знаешь откуда мы взяли вот так смотри давай быстрее смотри нахаллы какие пометал что-то будет протручка бордели не тратить смотрите по камерам может покажем видео покажем делать и возврат дохать заработали часам у меня что ли кайфовый кайфовый что ли чё за тихо все на гонить на эмоции полом вят вят му разок и все чё за тит хайпунь так ты хайпуешь точат сидишь трещешься вам от страха что трещешь это все так ты кто есть я покупатель покупатель так сиди покупатель пришел в хайп заработал пришел в хайп заработал пришел в хайп заработал ты мигришь у меня прицел приставьте сам такому и должен представлять ставился промотайте пленку назад фамилия имя отчество что ага тогда иди тогда домой ага конечно сидит ты работник магазина ты обязан представиться еще господи господи тебе не поможет сейчас данный момент я застеснялся посмотрели как вас зовут можно я буду с вами общаться нормально так надежды оригинал доверенности копию мы сейчас вам вручим и также документы подтверждающие вам претензию и сразу же вам вручаем исковое заявление этого составе самовсе не фотки все берите вот это ваш это ваш инцитер просто отдаем как надежда вы сказали а фамилия у вас есть надежда сапожкова надежда владимировна надежда владимировна берите документы из моих рук ваши руки чтоб не пропала только что покупка совершенно может по времени все происходило под непрерывную видеозапись сразу вам говорю что может не придумывать ничего нету сказать спасибо вы у нас нашли хочу наезжайте нету извинения будете делать как человек возврата будьте добры и первоначальничество первоначальничество да вот здесь вы извиняться будет все надежда всего хорошего принимается у вас извинения за что вы сейчас вы извинились извинили на что спасибо за хамское поведение или за реализацию бросать вы не нормально все надежда всего хорошего до свидания из кого заваления не потеряйте скопили нужно сказать извиниться хотя бы извините мы продали просрочку еще начинают наезжать требует какую-то представились это вообще просто беспредел поэтому еще вернемся в этот магазин через некоторое время посмотрим повлияет ли это хоть как-то на чистоту магазина так будем наказывать рубиум я не хочу обратить внимание что если бы они знали что у нас не ведется видеофиксация они бы сейчас устроили скандал что это мы принесли и тому подобное потому что изначально они попытались это сделать поэтому когда суды говорят вот вы снимаете вы специально пришли не снимать невозможно сложно доказать то что ты действительно приобрел у них в магазине и приобрел просрочку так что если в таких ситуаций попадаете лучше сразу снимать на видео что данный факт был да и хочу самое главное отметить исковое заявление копия мы оставили доверенность составили поэтому если эти документы не дойдут до руководства у состоящего тому подобное то это как бы вина работника мы свою обязанность сделали мы вручили исковое заявление по месту совершения правонарушения поэтому подаем сегодня выходом там вот так вот какую твою мы ходили вот это делали потом приходили заведующие выкладывали ты бабкина выложи вот не называется вымогательство вот таким не занимаемся вот и мы это максимум можем купить купить утилизировать ну или в кавычках у тебя утилизировать принести чек и ввернуть обратно деньги обратно не имеют права требовать того понимаете то есть за просроченный товар они не имеют права его обратно требовать и не имеют права и точнее обязаны вернуть деньги этот момент вы должны знать вот допустим купили вот эти вы сосиски да домой отнесли ну даже не отнесли просто отдаете чек говорите верните деньги но товар не возвращаете понимаете имейте это ввиду это ваше право не возвращать товар который просрочен потому что как любители или как этого пускай будет так как любители да не мы сразу же оформляем исковое заявление подаем в суд взыскиваем моральный вред судебные расходы и так далее а чем вам выгодно будет это просто так ну выходные объясняю чем выгодно но если убрать там составляющую о том что в магазинах уменьшается количество просрочки если это убрать до общественные начала да а чисто наша выгода в чем что мы вот допустим я оказываю юридические услуги это моя работа то есть я в суд подаю сковое заявление представительствую заработную плату получаю таким образом это платить за фото в магазин который проигрывает судебное заседание он возмещает все судебные расходы ты еще одно расходы так но это расходы он возместил но и дальше вот смотрите вот мы были в этом вот объясняю вот смотрите вы купили просроченный товар вы обращаетесь ко мне мои услуги стоят деньги вы мне условно говоря платите 60 тысяч я представляю ваши интересы в суде суд выносит решение вашу пользу и суд взыскивает 60 тысяч которые вы потратили на меня то есть я за свою работу получил 60 тысяч вы не потратили ничего с магазина все это взыскали